Александр Борисович Годунов родился на Сахалине в семье Бориса Илларионовича, инженера-строителя, и Лидии Николаевны, а также у мальчика был старший брат Олег. Когда родители приняли решение о расставании, глава семейства предложил старшего сына воспитывать самому, а младшего оставить с мамой. Однако Лидия Николаевна приложила немыслимые усилия, дабы оставить детей вместе. Перевезла кровиночек к брату в Ригу, а сама отправилась дорабатывать по контракту. Через много лет в интервью Майя Плесецкая расскажет некое откровение, доверенное ей героем сюжета. На 16-летие брата Олега отец прислал письмо. С той поры Саша ждал исполнения данного возраста, чтобы тоже получить весточку. Но этого так и не произошло. В 1958 году Годунов поступил в Рижское хореографическое училище, где занимался в одном потоке с Михаилом Барышниковым. По окончанию получил приглашение от Игоря Моисеева в московский ансамбль классического балета. Юноша всегда обладал решительным характером, отсекая нюансы, мешающие плану. Когда его вызвали в местное управление на разговор, сообщив о распределении в театр оперы и балета, указав обязательный трехгодичный срок трудовой деятельности. Он, не задумываясь, ответил отказом и отправился покорять новые вершины. В Москве брал мастер-классы у Асафа Михайловича Миссерера, а в 1971 году сбывается главная мечта Александра Годунова – его зачисляют в коллектив Большого театра. Тогда молодой человек не знал о внутренних раздорах среди легенд балета. И то, что согласие выступать в паре с Майей Плесецкой поставит деятелей искусства в число неугодных для главного балетмейстера, в результате чего дарованию существенно сокращали репертуар. Судьба подарила Годунову любовь с первого взгляда. Однажды он увидел прекрасную нимфу Людмилу Власову, которая являлась для него воплощением идеала. На тот момент избранница уже состояла в официальных отношениях, однако чувства взяли свое. Первый этап совместного проживания Суженая прощалась с драгоценностями и накоплениями. Супруг, наблюдая за данным процессом, дала обещание прежде всего самому себе – обеспечить семью. Не зря, говорят, порой стоит опасаться желаний, ведь не знаешь, каким образом они начнут сбываться. В 1979 году возлюбленные в составе коллектива Большого театра отправились на гастроли за границу, где произошла череда событий, после которых Александр Борисович Годунов разделил свою жизнь на до и после. Направляясь за сувенирами близким, он встретил фотографа, некого Владимира Блеоха, который пригласил артиста в гости, задорно и регулярно озвучивая мысль о том, что подобный талант достоин большего, а после застолья сделал несколько кадров с Александром в неподобающем виде и опубликовал их. Подобные обстоятельства означали окончание действующей карьеры героя повествования в родных краях. Ему тут же поступило предложение остаться с описанием грандиозных перспектив будущего. Все произошло молниеносно. Позднее из интервью деятелей искусства мы узнаем, что осознание происходящего накрыло уже после подписания документов и пресс-конференции. Главным последствием являлся отказ Людмилы Власовой остаться с супругом в заморской стране, а далее три печально известных дня в аэропорту, которые Александр провел в надежде. Спустя 20 лет в одной из бесед Людмила откровенно поведает. Многие по сей день считают мой поступок загадочным. Тогда в самолете в голове крутилась лишь одна мысль. Хочу вернуться к маме. Не прижилась бы я там, точно знаю. Почему не вышла к нему? Как сказать любимому, что не передумаешь, а потом развернуться и уйти? Даже если прокрутить время вспять, решение останется прежним. С Сашей мы не обсуждали переезд. Да, присутствовали разговоры о путешествиях и гастролях, но не более. Никто не знает наших последующих телефонных разговоров и переживаний. Пустота осталась на всю жизнь. Первый год еще цеплялись за надежду о воссоединении, но однажды она погасла. И мы пошли разными дорогами. Могу лишь сказать, он просил прощения и говорил, что без меня тяжело. Майя Плесецкая в свою очередь делилась, что неоднократно слышала о западных грезах партнера по сцене и знала, однажды он не вернется. Карьера артиста за рубежом потерпела свои невзгоды. Заключив контракт с Американским театром, он попал под руководство приятеля детства и по совместительству рокового соперника Михаила Николаевича Барышникова, который на тот момент продвигал волну модерна. Нужно отметить, что Михаил изначально не особо стремился к сотрудничеству с Годуновым. На это есть причины. Они прошли одну балетную школу, и если другие ловили каждое слово руководителя, то Александр, зная истоки, порой вносил поправки и дискутировал. Каждый из них, без сомнения, был творческим гением танца. Однако в то же время стили исполнения и взгляды присутствовали разные. Барышников являлся новатором, когда Годунов придерживался классики. К тому же герой сюжета обладал неким преимуществом. Дамы не могли оторвать от него взгляд, и на афишах он смотрелся великолепно. Почему же у артиста балета не сложилось обещанное светлое будущее в театре? По неподтвержденной информации, помимо публичной причины, а именно недовольства коллектива выплатами новому солисту и обновления репертуара, еще было некое теневое обстоятельство. Барышников узнал о намерении обсуждениях благотворителей поставить на его должность Годунова, поэтому сыграл на опережение. Как же происходило на самом деле? Уже сложно разобраться. Подобные повороты наложили неизгладимые отпечатки на творческую натуру. Впоследствии Александр Борисович создал свою программу и выступал. Далее пробовал свои силы на телевидении и в кинематографе, снимаясь такими актерами, как Том Хэнкс, Харрисон Форд и Брюс Уиллис. У главного героя протекали длительные отношения с актрисой Жаклин Бисетт. Он блистал на светских мероприятиях, однако по признанию спутницы, возвращаясь домой, зачастую впадал в ностальгию по былым временам. Некое внутреннее противоречие так его и не оставило. В апреле 95-го он впервые за долгое время встретился с мамой, а в мае данного года прогремело сообщение. Преждевременно этот мир покинул Александр Борисович Годунов. Окна из его квартиры выходили на знаменитые голливудские холмы. На балконе стояли катки с березами, а на столике обосновались книги Федора Достоевского и Антона Чехова. Место нахождения лично дневников героя сюжета неизвестно по сей день. Праг был развеян над океаном. Мемориал находится в Калифорнии, и эпитафия на нем гласит, его будущее осталось в прошлом.